Здравствуйте! Вы смотрите новости на ЗАП-ТВ. С вами Надежда Чевлыдко. Спонсор показа – ресторан быстрого обслуживания «Мастер Бургер». И вот главные темы дня. Региональное отделение Общероссийского народного фронта провело рейд по детским садам 4. Оказалось, чаша бассейна отлично подходит под хранилище старой мебели. Реконструкция Краевого театра драмы отняла жизнь у цветов, а у людей здоровье. Для кого и почему ремонт стал непростым испытанием. Когда пол уходит из-под ног, мы вновь возвращаемся к теме новых ветких домок в микрорайоне «Благодатный». Подробности у Юлии Сидельниковой. Аккуратные домики издалека смотрятся достойно, но стоит войти внутрь, становится понятно, жить здесь невозможно. Складывается впечатление, что до нашего приезда тут орудовали вандалы. Но нет, дело не в этом. Арматура ушла. Зияющие дыры в полах, оторванный линолеум, сырость и затхлый запах. Но жить-то все равно приходится. Детям-сиротам выделили благоустроенное жилье. Правда, находиться в нем опасно. После первого сюжета «Зап-ТВ» застройщик неожиданно объявился, решил исправить свои ошибки. Они приехали, поменяли, выстелили новую вроде бы фанеру. Тут же весь линолеум в грибке. По стенам, вон по углам идет грибок. Они не обработали, ничего не сделали. Сделали вид, что будто так что-то подделали. Дальше, если вот так отодвинуть линолеум, здесь вот фанера та же самая старая. Вот она. На ней вот он, грибок идет. Кадры до ремонта и после не особо-то и отличаются. Наверное, каждому понятно, избавиться от грибка одной фанерой не удастся. Нужна специальная сложная обработка. А здесь свежие листы дерева просто прикрыли старым заплесневелым линолеумом. Приехал застройщик и подрядчик. Они приехали, застройщик, как сказал, я вам сделаю одолжение, что у вас маленькие дети, и я вам сделаю, не буду назначать экспертизу. Ну ладно, думаю, либо человеческий-то сделает. Потом приходим, смотрим, он там кусочки, там кусочки отпилил. И тут в проходе, получается, между дверью кухни и комнатой муж наступил, и доска проваливается, а под доской вот такой слой воды. Название микрорайона «Благодатный» еще больше подчеркивает абсурдность ситуации. Добра и счастья тут явно не наживешь. В домах влажно входные двери начали покрываться инеем после первой же морозной ночи. Страшно думать о том, что впереди зима. Они приехали к нам вместе с застройщиком, попросили, уговорили, чтобы мы репортаж не делали, прокуратуру не жаловались, что он все сделает. Но как уже здесь опять не жаловаться, никому никуда ничего не рассказывать. После выхода первого сюжета к ситуации проявил интерес Следственный комитет. Начались проверки, сейчас идет разбирательство. По факту ненадлежащего санитарно-технического состояния жилых домов, предоставленных лицам из числа детей-сирот в микрорайоне «Благодатный», прокурорам Читинского района организована и проводится соответствующая проверка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования как в отношении застройщика, так и в отношении уполномоченных органов, осуществлявших приемку указанных жилых домов. Напомним, микрорайон «Благодатный» принимала экс-губернатора Забайкальского края Наталья Жданова. Она назвала жилье качественным и решила активно заселять туда людей. Теперь же, если в ходе прокурорской проверки будет установлено, что дома являются непригодными для жизни, людям предоставят другую жилплощадь. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Три из десяти тысяч должников по алиментам в Забайкальском крае – женщины в возрасте 30-43 лет. Например, мать троих детей из Анонского района не платила алименты двум дочерям, одна из которых сейчас уже совершеннолетняя, вторая воспитывается в детском доме. Приставы по истории этой матери начали работать в 2011 году, и с тех пор она не работала. В сентябре этого года суд приговорил ее к шести месяцам обязательных работ. Трудиться ей предстоит в Карымском районе, куда она уехала жить, к старшей дочери. Специалисты Краевого Росрехознадзора обнаружили кишечную палочку в говядине на предприятии в Агинском районе. По результатам исследования выявлен положительный микробиологический показатель – БГКП. Это бактерии, которые устойчивы во внешней среде, обладают способностью размножаться в продуктах. Они могут вызывать кишечные токсик-инфекции. Производителю выписали штраф, у него не было документов о проведении дезинфекции, уборки, мойке оборудования и инвентаря. Забайкалье вошло в первую десятку регионов, где чаще всего гибнут дети из-за нарушений правил перевозки в автомобилях. Об этом порталу зап.ру сообщили в представительстве производителей детских автокресел. Наш регион занял в рейтинге восьмое место. Согласно списку, в регионе 68 ДТП, в которых были нарушены правила перевозки детей. Девять из них погибли. Не нарушали эти правила 182 водителя, также попавшие в аварии, в которых скончались 12 несовершеннолетних. На первом месте Дагестан, где в различных ДТП погибли 64 ребенка. На втором месте Красноярский край – 43 детских смерти. На третьем Крым – 35 погибших. Споры с соседями иногда приводят к неблагоприятным последствиям. Так произошло в одном из общежитий города Читы. По вине жителя произошел пожар. Огонь потушили. Но кто же сделает ремонт? Последствия пожара, который произошел в ночь 29 на 30 сентября в одном из жилых домов Читы, остался без внимания. Тогда в общежитии по улице Бабушкина обошлось без жертв. Но копоть на стенах и удушающий запах мучают жильцов до сих пор. Пожар начался вот с той секции, 206-я. Мы сейчас пройдем, покажем. Я жилец вот этого общежития. Живу давно, уже 35 лет. У меня ребенку 6 лет. Старшая уже тут выросла. Сейчас вот второй пожар из этой же комнаты. Вот ночью произошел, у нас все задымилось полностью. У нас стоит гарь. Мы травимся. Домой невыносимо. Я с ребенком везде хожу, ночую, потому что вы сейчас чувствуете, какая стоит тут гарь. Жильцы дома утверждают, что пожар произошел по вине их соседа, который из-за семейной ссоры поджег комнату. Он поджег это всю ночью. Ну, все это зафиксировали, его забрали. И вся была администрация здесь. Ну, как бы я их знаю, что во главе был Сапожников. Он сразу прошел, посмотрел на свой полтретьего. Нас детей вытаскивали. Кого из окошек. Ну, все, полностью у Каиридо, потому что дышать было здесь вообще нечем, как и сейчас. Последствия пожара сотрудники управляющей компании «Кинон» обещали исправить быстро. Побелить потолок, покрасить стены. Но сейчас выглядит все так же, как в первый день. В подъездах среди обугленных стен стоят детские коляски, кругом мусор и копоть. В доме нет ни одного противопожарного щита. И даже это никого не волнует. Мы обратились к Сапожникову. Он пришел, он даже поднялся в мою комнату. Он сказал, мы все, вы не беспокойтесь, вы куда обратитесь, мы все это изладим. Вчера у нас мужчина, он сейчас работает, он поехал в службу заказчиков, они сказали, мы вам делать ничего не будем, потому что у нас нет средств. Все, виновный задержан, а кто нам делать будет, я не знаю. Вот крик души, чтобы нам кто-то помог. Семья Афанасьевых в этом злосчастном общежитии пережила уже два больших пожара. Когда-то всем этим людям давали комнаты, как временное жилье, но оно стало постоянным. В комнатах нет специально отведенных мест для кухни, а потому небольшие электрические плиты стоят в комнатах, на полу или на небольших приспособленных тумбочках, порой прямо у кровати. Тогда три месяца не было света, мы жили в таких условиях. Сейчас опять такая же ситуация, домой не хочется идти, потому что даже вообще никакого желания. Вот я написала Осипову письмо, потому что это все проблемная семья здесь живет. Они уже достали, у меня уже сил нет. Ситуация, в которой оказались жильцы дома, сложная. Управляющая компания Кенон-2, которая обслуживает дом, тоже никаких мер не принимает. После пожара лишь появилось небольшое объявление о том, что будет производиться уборка захламленных балконов общего пользования. Оксана Суслина, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Расставили точки над «и». Проблема выхода медведей к людям в Забайкальском крае обострилась настолько, что молчать о ней Министерство природных ресурсов края больше не могло. Нападение медведя на человека обыватели представляют себе примерно так. Изрядно потрепан, но жив. На деле же последствия гораздо хуже. Голод – единственная причина, по которой хозяин тайги в этом году массово выходит к людям. Из-за пожаров в лесах крайний дефицит орехов и ягод. Животным не остается ничего другого, кроме как выходить к свалкам и искать себе пропитание там, где находятся люди. С начала осени в Забайкале зафиксировано уже шесть смертей. Погибло пять животных и один человек. Специально организованные в лесах кормушки не помогают. Но и отстреливать медведей власти не планируют. Зимой мы предполагаем, что будет меньшее количество таких вот выходов медведей к населенным пунктам. Но тут вы сами понимаете, да, медведь, который не сложил жир, он в спячку сложно входит. Поэтому, естественно, тут надо понимать, в любом случае медведи будут активны. Поэтому еще раз надо обратить внимание на профилактику. Сейчас в Забайкале популяция медведей насчитывает более трех тысяч особей. Поэтому в осенний-зимний период Минприроды настоятельно не рекомендует гражданам посещать леса. Если вы все же столкнулись с животным, нужно соблюдать правила, которые реально могут спасти вам жизнь. Если этот зверь не ранен, если он не охраняет добычу, он, как правило, пытается вас отпугнуть. Но бегство может спровоцировать. Поднять руки или весь мешок над головой означает, что для медведя объект будет выше. Медведь, как правило, оценивает своего противника именно по высоте роста. Если человек покажется ему выше, у него больше шансов на то, что медведь его не тронет. При этом нужно стараться не показывать зубы и не смотреть на двери в глаза. Такие случаи у нас были, столкновения даже в этом году, когда люди с носом сталкивались с хищником. И тем не менее, именно вот это поведение не позволило спровоцировать нападение на человека. Медведи голодают не только в Забайкалье, но и по всему Дальнему Востоку и в Монголии. Они перемещаются от региона к региону в поисках пищи. Запрещается оставлять на кромке леса подкормку для зверей и выбрасывать вне отведенных для этого местах туши погибших домашних животных. В случае обнаружения медведя звоните в службу 112 по телефонам районных ЕДДС или в Минприроды. Полина Харченко, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Прямо сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами на телеканале ЗАПТВ. Это новости на ЗАПТВ и мы продолжаем. В ходе реконструкции драматического театра без отопления остались близлежащие салоны цветов и кафе. Строители спешат доделать теплосеть. Цветы замерзают. Предприниматели считают убытки. Подробности в следующем сюжете. В этом салоне цветов осень ощущается так же сильно, как и на улице. Прохладно, персонал в пальто, осыпается листва с уже нетоварного вида растений. Закончился отопительный сезон, да, нас отключили. А в драмтеатре начался ремонт. И вот подключение к отоплению затянулось до сегодняшнего дня. Нас обещали нам уже в течение прошлой недели подключить, так отопления нет. На улице уже минусовая температура, цветочки у нас начинают гибнуть, персонал простывает. Вот вы даже в пальто работаете, да? Ну да, без пальто здесь никак. Также из-за большого строительства, без тепла осталось кафе и еще один салон цветов. Если кафе можно закрыть, то салон цветов не закроешь, иначе без присмотра цветы погибнут. Нам удалось пообщаться с работниками. Ситуации с замороженными цветами могло бы и не быть, если бы работы с первых дней делали правильно и вовремя. Это та самая траншея, из-за которой несколько кафе и салонов цветов остались без тепла. При проектировании не учли коммутации, которые здесь проходят, а также то, что изначально теплосеть была сделана неправильно. Эти переделки займут еще 3-4 дня. Даже точный срок подачи тепла – не спасение для растений. Температурный режим хранения нарушен. Для некоторых представителей флоры уже запущен обратный отсчет перед увяданием. Осень жизни настигла их еще до продажи. Впоследствии еще даже после того, как отопление подключат, мы еще будем пожинать плоды вот этого вот холода. Ну да, потому что это живые растения. Да, конечно, живые растения. Они же гибнут не за один день. Вот сейчас для них вот такой вот стресс. И впоследствии этот стресс будет сказываться на них. Конечно, через недельку они могут погибнуть. Сейчас это может быть незаметно, а через неделю уже... Чья была ошибка проектировщиков или строителей еще, предстоит выяснить. Пока же предприниматели считают потери, подписывают больничные работникам и очень ждут финального сварочного шва. Региональное отделение Общероссийского народного фронта сегодня провело рейд по детским садам Читы. Оказалось, чаша бассейна отлично подходит под хранилище старой мебели. Подробности у Гули Алхасовой. Пять лет назад в Чите открылся детский сад номер 32. Окна пластиковые, асфальт ровный. Казалось бы, здесь-то уж точно проблем никаких, но, увы. В этот новый бассейн за пять лет еще ни разу не ступала ножка ребенка. Установленные очистители воды оказались сломанными. Именно поэтому рейд экспертов ОНФ начался именно с этого детского сада. Во-первых, она сначала была сломана полностью, эта очистительная колба. Когда поговорили с представителями РУСА, то есть, которые нас строила организация, электрики на сантехников и так далее, то есть, крайник было найти невозможно. И РУСА нам отказали переделывать эту установку. Возникает вполне логичный вопрос. Зачем тогда приняли детский сад со сломанными очистителями? Я со стороны города не выступал. Я вам не отвечу на этот вопрос, почему именно с этими замечаниями принят был этот детский сад. Но со стороны именно в настоящее время и заведующие, и комитета образования такая работа проводится именно. То, что именно гарантийные сроки имеются, они обязаны это устранить. А вот по гарантийным срокам не точно, ведь прошло уже пять лет. Проблему пытались решить самостоятельно. Комитет образования выделял деньги на покупку других очистителей, но даже они в полной мере не очищали воду. Установка теперь уже качественных фильтров обойдется в 300 тысяч. Надежда только на благотворителей. Следующая локация – детский сад номер 22. Большой, просторный, с хорошей славой среди родителей. Но слава – это больше про педагогов. Здесь тоже есть бассейн. И тут уже, как говорится, без комментариев. Его закрыли в 2008 году из-за сломанного кафеля. А уже за 10 лет ничего не делания, здесь сломалось и все остальное. Теперь в бассейне хранят ненужный хлам. Своего рода чердак. Почему в 2008 году, когда закрыли этот бассейн, требовался небольшой ремонт кафеля, не произвели вот этот ремонт, дотянули до 2019 года и когда смету составили, это уже требуется 20 миллионов. Впрочем, без дела в 22 детском саду стоит не только бассейн. Сотни квадратных метров третьего этажа тоже пустуют и давно, с 80-х годов. Планировался зимний сад. Ну, так, видимо, средств не хватило в 80-е годы при открытии доделать. Так оно осталось недоделанным. Ну, как нам сдали его, так вот он в таком состоянии стоит. Вместо зимнего сада на третьем этаже хотели даже открыть две дополнительные группы. Экспертиза дала положительный результат, но все уперлось в деньги. Более 80 миллионов теперь необходимо, чтобы все привести в порядок. Знаете, вопрос встает такой, почему в таком состоянии столько пустующее место, да, когда у нас в очереди стоят дети. Мне кажется, вот здесь вот уже халатность как руководитель, так и комитета образования, что довели третий этаж до такого состояния. В 73-м детском саду о бассейне даже не мечтают, здесь бы окна поменять старенькие деревянные. 89 оконных рам нуждаются в замене, и это, пожалуй, самая массовая проблема большинства детских садов Читы. На замену оконных блоков конкретно по детским садам требуется порядка 109 миллионов рублей. Данная информация была также направлена в администрацию города для включения в проект бюджета на 2020 год для замены оконных блоков. Если, значит, будет профинансировано, то, соответственно, данные работы в летний период следующего года будут проведены. Ключевое слово. Если. Гуля Алхасова, Виталий Литвинцев, ЗАПТВ. Забайкалье наравне со всей страной осваивает экологический транспорт. Пользоваться электрокаром не только интересно, но и выгодно. Экономия на топливе и чистый воздух – две основные причины приобретения электрокара. Проблема может возникнуть только при необходимости зарядить своего железного друга. Но и этот вопрос в Чите уже решается. То, что еще вчера было фантастикой, сегодня уже ездит по нашим дорогам. А теперь владельцы электромобилей могут кататься по городу увереннее, не опасаясь, что их батарея будет разряжена. А спасает ситуацию новой электрозаправочной станции. Владислав Мирошкин уже более трех лет владеет автомобилем с электрическим двигателем. Выбор на такой транспорт пал больше из-за интереса к новому и непонятному. Пользуясь и изучая свой электрокар, мужчина обнаружил для себя некоторые плюсы. Тишина в салоне, динамика разгона и, конечно же, чистый воздух. За все это время подкармливал авто исключительно в гараже от обычной розетки. Но такие нововведения в виде ЭЗС дают повод и другим автолюбителям задуматься над покупкой экотранспорта, кого не устраивает шум двигателя и отработавшие выхлопные газы. На одной зарядке в зимний период времени можно проехать расстояние гораздо меньше, нежели летом. Все зависит от состояния батареи. В каком состоянии батареи. То есть, остаточная емкость батареи какая. Если с завода автомобиль, то машина может проехать порядка 150 километров. А на данный момент с остаточной емкостью я могу проехать летом где-то порядка 100 километров. Зимой, соответственно, где-то можно смело отнять 40%. Не обошлось и без случаев, когда заряда батареи не хватало. Тогда на помощь приходил эвакуатор. Сейчас же достаточно добраться до места зарядки авто, и через пару часов ваша машина снова будет готова дарить вам радость от вождения. Первые электростанции было решено установить рядом с торговыми центрами, чтобы водитель смог с комфортом дождаться заправки своего автомобиля. Адрес одной из них – Шилово-100, торгово-развлекательный центр «Макси». Таких заправок ни в Урятии пока не существует, ни в Иркутской области их нет. Нашим филиалом продвигается эта идея. Электротранспорт на сегодняшний день возрастает. Количество автомобилей в нашем Забайкальском крае с каждым днем растет. Думаю, что за таким новым видом электротранспорта тоже будет будущее. И мы, как электрическая компания, поддерживаем зеленую энергетику, которая не вредит нашей экологии. Пока таких заправок в Чите-2 открыла их компания «Рассети Сибирь». В течение года владельцы электрокаров могут пользоваться услугами станции абсолютно бесплатно. Каждому из них были выданы электронные ключи, которые позволяют активировать питание и ставить свои автомобили на зарядку. В среднем, проехав 100 километров, обладатели таких машин экономят по 300-400 рублей. А учитывая, сколько они владеют транспортом, выгода здесь немаленькая. В скором времени энергетики вместе с властями планируют расширить базу таких станций, чтобы забайкальцы могли без сомнений приобретать себе автомобили будущего, без опасения, что в самый неподходящий момент энергии их авто не хватит доехать до назначенного места. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Пустота, отчаяние и опасный щелчок внутри. В 2018 году в Забайкале закончили жизнь самоубийством 348 человек. В 2017-м – в два раза больше. Хоть и тенденция идет к снижению, проблема остается актуальной. Поэтому День психического здоровья психиатрической больницы имени Кандинского решили посвятить профилактике самоубийств. Особое место среди суицидов занимают подростковые. Причин очень много и ситуаций было очень много разных. Родители, возможно, недопонимают, не замечают какие-то нюансы. И идет по типу накопления. То есть вот один раз поругали, второй раз где-то недослушали, недопоняли, не попытались вникнуть, понять, отмахнулись от проблем, которые ребенок начинает высказывать. Родители, может быть, из-за спешки своей, из-за занятости говорят, да это все ерунда, у всех такое было, пройдет. Ну подумаешь, там, первая любовь, подумаешь, бросил. И вот такое отношение чаще всего приводит к тому, что ребенок раз сказал, два сказал, потом перестал уже обращаться, замыкается в себе. И по типу последней капли, то есть вот эта копица, и потом какая-то вроде банальная ситуация, может быть, какая-то фраза брошенная, просто неосторожно может привести к тому, что запустился этот механизм и все. На базе психиатрической больницы имени Кандинского работает кризисная служба. Здесь и круглосуточный телефон доверия, и кабинет психологической помощи. Медицинский психолог Дмитрий Шикунов первым приходит на помощь тем, у кого жизнь повисла на волоске. Он консультирует и по телефону, и очно. Когда женщина вот искренне рыдала в трубку, сообщала о том, что вот кругом несправедливость со стороны близких, нет поддержки, и со стороны работы, друзей, коллег, никого, вот никто не оказывает эмоционального контакта. И женщина переживала утрату ребенка. Очень такая вот, ну, острая такая ситуация. Был случай с женщиной в ситуации развода, которая не знала так же, как вести себя в сложившейся ситуации. Было такое, что вас настолько растрогала ситуация, что вы тоже слезу упустили? Да, бывало. Бывало, конечно, да. Хоть и мы вот такие люди, которые стараются, ну, себя сдерживать и помощи оказывать, но симпатия, эмпатия, эмпатия в первую очередь, вот, ну, это неотъемлемая часть нашей работы. Без этого, ну, никак. И, естественно, откликаются какие-то, особенно очень близкие проблемы. Находить нужные слова, убеждать, что это не конец, все еще впереди. Да, иногда это сложно, но безвыходных ситуаций нет, уверены психологи. А потому и продолжают в течение пяти лет помогать тысячам забайкальцев. Гуля Алхасова, Николай Шумков, ЗАПТ-ТВ. Таковы были главные новости. Спасибо, что выбираете ЗАПТ-ТВ. Далее вас ждет прогноз погоды. До встречи в эфире. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на первом независимом ЗАПТ-ТВ. Спонсоры прогноза погоды – магазины Интимиссими и Кольцедания. В понедельник синоптики обещают ясную погоду и плюс 11 градусов днем. Ночью нас по-прежнему ожидает 6 градусов мороза. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня и прекрасной недели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!